Ты, Кришна, дорогие преданные, сегодня я хочу почитать удивительную, наверное, для вас книгу, которая совершенно вроде бы не подходит к преданному служению. Это вот такая удивительная книжка, которую я просто обожаю. Я писала её Аркадий Гайдар. Сказка о военной тайне, о мальчишеке-бальчаше и о его твёрдом слове. Знаете, мне кажется, современные преданные, они настолько похожи на этого мальчишеке-бальчиша, они настолько передают дух вот этого вот состояния его, да, что мне просто вот иногда, когда становится системно не по себе, из-за того, что думаешь, да блин, да как так-то. Вспоминаешь почему-то вот мальчишеке-бальчиша, либо какие-то подобные примеры. О том, что на самом деле всё возможно, да. Хотя в Шанат Багава, там мы знаем, в Багава Ките, очень много примеров, но иногда материальный ум, он ещё пока принимает вот такие произведения. Поэтому я хочу вам почитать именно это произведение, но его посмотреть с точки зрения шанса. Очень старая книжка, которая 1988 года, которая у меня сохранилась с моего детства. Вот я её вожу всегда с собой, я читаю периодически к своим сыновьям, либо на студии, разным моим ученикам. И сегодня я хочу почитать вместе с вами. «Расскажи, Надка, сказку!» – попросила синеглазая девчурка и виновато улыбнулась. «Сказку?» – задумалась Надка. «Я что-то не знаю сказок или нет? Я расскажу вам, Алькину, сказку. Можно?» – спросила она у насторожившегося Альки. «Можно», – позволил Алька, горделиво рассматривая. «Горделиво посматривая на притихших октябрят». Октябрята – это те, кто не знает, да, это были такие движения, разные детей, которые привлекали к общественным организациям. Октябрята, пионеры, да, потом были так мусомольцы. Современные дети, наверное, даже не знают, кто такие октябрята, пионеры. «Я расскажу Алькину сказку своими словами, а если я что-нибудь позабыла или скажу не так, то пусть он меня поправит. Ну вот, слушайте. В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил, да был мальчишки-бальчишки. В ту пору далеко прогнала красная армия, белые войска проклятых буржуинов, и тихо стала на трех широких полях, на зеленых лугах, где рожа росла, да пречиха цвела, где среди густых садов да вишневых кустов стоял домишко, в котором жил мальчишка по прозванию Кибальчиш. Вот так вот. То брату помогает, или просто с другими мальчишами прыгает, да балуется. Гоп-гоп, хорошо. Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни. Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов погреба прятаться, не надо от пожаров в лес бежать. Нечего буржуинов бояться, некому в пояс кланяться. Живи, да работай, хорошая жизнь. Вот однажды, дело к вечеру, вышел мальчишки-бальчиш на крыльцо, смотрит он, небо ясное, ветер теплый, солнце к ночи за черные горы садится, и все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится мальчишу, будто пахнет ветер не цветами садов, не медом с лугов, а пахнет ветер, то ли дымом с пожаром, то ли порохом с разрывом. Позал он отсут, а отец устал и пришел. — Что ты? — говорит он мальчишу. — Это дальние грозы гремят за черными горами, это пастухи дымят по стране за синей рекой. Сада пасут, да ужин варят. Иди, мальчиш, и спи спокойно. Ушел мальчиш, лег спать, но не спится ему. Ну, никак не засыпали. Вдруг слышит он на улице топать. У окон стук. Глянул мальчишки, в очише видит он. Стоит у окна всадник. Конь вороной, сабля светлая, Папаха серая, а звезда красная. Вот он всадник успокаивал. — Эй, вставайте! — крикнул всадник. Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за черных гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули. Опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды. Им часто гонцы звать на помощь далекую красную армию. Так сказали эти тревожные слова краснозвездный всадник и умчался прочь. А отец мальчиша подошел к стене, Снял винтовку, закинул сумку и надел патронтаж. — Что же, — говорит старшему сыну, — Я рошу густо сею. Видно, убирай, тебе много придется. — Что же, — говорит он мальчишу, — Я жизнь круто прожил. А пожить за меня хорошо, Видно, тебе, мальчиш, придется. Так сказал он, крепко поцеловал мальчиша и ушел. А много ему расцеловываться некогда было, Потому что теперь уже всем и видно, и слышно было, Как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори От зарево дымных пожаров. — Так, — я говорю, — Алька, — спросила Надка, Оглядывая притихших ребят. — Так, — так, Надка, — тихо ответил Алька И положил свою руку на ее загорелое плечо. — Ну вот, день проходит, два проходит, Выйдет мальчиш на крыльцо. — Выйдет на крыльцо. — Не видать еще красной армии. Залезет мальчиш на крышу, Весь день с крыши не слезает. Нет, не видать, лег он к ночи спать. Вдруг слышит он на улице топот, у окошка стук. Выглянул мальчиш, стоит у окна тот же всадник. Только конь худой да усталый, Только сабля погнута, темная, Только попаха простреленная, Звезда разрубленная, А голова перевязанная. — Эй, вставайте! — крикнул всадник. — Это конь художник повторился. — Эй, вставайте! — крикнул всадник. Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов да малонаших, Поле пули тучами, По отрядам снаряды тысячами. — Эй, вставайте! Давайте подмогу! Встал тогда старший брат, Сказал мальчишу, — Прощай, мальчиш, Остаешься ты один, щит в котле, Каравай на столе, Вода в ключах, А голова на ключах. Живи, как сумеешь, А меня не дожидайся. День проходит, Два проходят, Сидит мальчиш у трубы на крыше, И видит мальчиш, Что скачет издалека Незнакомый всадник. Доскакал стадник до мальчиша, Прыгнул в стране и говорит, — Дай мне, хороший мальчиш, Воды и напитки. Я три дня не пил, Три ночи не спал, Три коня загнал. Узнала Красная Армия Про нашу беду. Затрубили трубачи Во все сигнальные трубы Забили барабанщики Во все громкие барабаны. Развернули знаменовцы Боевые знамена. Мчится и скачет нам На помощь вся Красная Армия. Только бы нам, мальчиш, До завтрашней ночи Продержаться. Лес мальчиш с крыши, Принес напиться, Напился гонит И поскакал дальше. Вот приходит вечер, И лег мальчиш спать. Но не спится мальчишок, Но какой тут сон? Вдруг он слышит на улице Шаги, у окошка шорох. Глянул, мальчиш и видит, Стоит у окна все тот же человек, Тот да не тот. И коня нет, пропал конь, И сабли нет, Ломалась сабля, И папахи нет. Летела папаха, Да и сам-то стоит, Шатается. Эй, вставайте, Закричал он В последний раз. И снаряды есть, Да стрелки побиты, И винтовки есть, Да бойцов мало, И помощь близка, Да силы нету. Эй, вставайте, Кто еще остался, Только бы нам ночь Простоять, Да день подержал. Вот такой ночи. Глянул, мальчишки-бальчиш, На улицу, Пустая улица, Не хлопают вставни, Не скрипят ворота, Некому вставать, И отцы ушли, И братья ушли, Никого не оставят. Только видит мальчиш, Что вышел из ворот, Один старый дед Во сто лет Хотел дед Винтовку поднять, Да такой он старый, Что не поднимет, Хотел дед Саблю нацепить, Да такой он слабый, Что не нацепит. Сел тогда дед На завалинку, Опустил голову И заплакал. Так, я говорю, Алька, Спросила Надка, Чтобы перевести дух, И оглянулась. Уже не одни октябрята Слушали эту Алькину сказку. Кто его знает, когда? Подползло бесшумно Все пионерское И оськино звено. И даже башкирка Эмина, Которая едва понимала по-русски, Сидела задумавшаяся И серьезная. Даже озорной Владик, Который лежал поодаль, Делая вид, Что он не слушает, На самом деле слушал, Потому что лежал тихо, Ни с кем не разговаривая И никого не задевая. Так, Надка, так, Еще лучше, чем так, Ответил Алька, Подвигаясь к ней Еще поближе. Ну вот, Сел на завалинку Старый дед, Опустил голову И заплакал. Больно тогда, Мальчишу стало. Выскочил тогда Мальчишки-бальчиш на улицу И громко-громко крикнул. Эй, живые мальчиши, Мальчиши-малыши! Или нам, Мальчишам, Только в палки играть, Да в скакалки скакать? И отцы ушли, И братья ушли. Или нам, Мальчишам, Сидеть дожидаться, Чтобы буржуины пришли И забрали нас В свое проклятое буржуинство? Как услышали такие слова Мальчиши-малыши! Как заорут они во все голоса! Кто в дверь выбегает, Кто в окно вылезает, Кто через плетень скачет! Все хотят идти на подмогу. Лишь один мальчиш-плохиш Захотел идти в буржуинство. Он такой был хитрый, Этот плохиш, Что никому ничего не сказал, А потянул штаны И помчался вместе со всеми, Как будто бы на подмогу. Вот мы все. Поднялись и пошли. Бьются мальчиши От темной ночи До светлой зари. Лишь один плохиш не бьется, А все ходит да высматривает, Как бы это буржуинам помочь. И видит плохиш, Что лежит за горкой, Что лежат за горкой громада ящиков, А спрятаны в тех ящиках Черные бомбы, Да белые снаряды, Да желтые патроны. Эге, Подумал плохиш, Вот это мне и нужно. А в это время Спрашивает главный буржуин У своих буржуинов. Ну что, буржуины, Добились вы победы? Нет, Главный буржуин, Отвечают буржуины, Мы отцов и братьев Разбили. Вот они как сражаются, Видите? Вот так сражаются во все. Мы отцов и братьев разбили, И совсем была наша победа, Да примчался к ним на подмогу Мальчишки-бальчишки, И никак мы с ним Еще все не справимся. Очень удивился И рассердился Тогда главный буржуин, И закричал он Грозным голосом, Может ли быть, Чтобы не справились С мальчишом? Ах, вы негодные Трусищи, Буржуищи, Как это вы не можете Разбить такого маловатого? Качите скорей, И не возвращайтесь Назад Без победы! Вот сидят буржуины И думают, Что же это такое Им сделано? Вдруг видят, Влезает из-за кустов Мальчиш-бальчиш, И прямо к ним. Радуйтесь, Кричит он им, Это все я Плальчиш сделал, Ядров нарубил, Я сено натащил И зажег я Все ящики С черными бомбами, С белыми снарядами, Да желтыми патронами, Кто-то сейчас Грохнет! Обрадовались Тогда буржуины, Записали поскорее Мальчиша-плохиша В свое буржуинство, И дали ему Целую бочку варенья, Да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-плохиш, Жрет и радуется. Вдруг, как взорвались Зажженные ящики, И так грохнуло, Будто бы тысячи громов В одном месте ударили, И тысячи молний Из одной тучи Сверкнули. «Измена!» Крикнул мальчиш-кибальчиш, «Измена!» Крикнули все его Верные мальчиши. Но тут из-за дыма И огня Налетела буржуинская сила И скрутила, И схватила она Мальчиша-кибальчиша, Заковала мальчиша В чужолые цепи, Посадила мальчиша В каменную башню И помчались спрашивать, Что же с пленным мальчишом Прикажет дело теперь Главный буржуин? Очень долго думал Главный буржуин, А потом придумал И сказал, «Мы погубим этого мальчиша, Но пусть он сначала Расскажет нам Всю их военную тайну!» Вы идите, буржуины, И спросите у него, «Отчего, мальчиш, Бились с красной армией Сорок царей Да сорок королей? Бились, бились, Да только сами разбились!» «Отчего, мальчиш, И все тюрьмы полны, И все каторги забиты, И все жандармы на углах, И все войска на ногах?» А нет нам покоя Ни в светлый день, Ни в темную ночь. Отчего, мальчиш, Проклятый кибальчиш, И в моем высоком буржуинстве, И в другом равнинном королевстве, И в третьем снежном царстве, И в четвертом знойном государстве, В тот же день, В раннюю весну, И в тот же день, В позднюю осень, На разных языках, Но те же песни поют, В разных руках, Но те же знамена несут, Те же речи говорят, Тоже думают, И тоже делают. Вы спросите, буржуины, Нет ли мальчишу Красной Армии Одного секрета? Пусть он расскажет секрет. Нет ли у наших рабочих Чужой помощи? И пусть он расскажет, Откуда помощь? Нет ли мальчиш тайного хода Из вашей страны И во все другие страны, По которому, как у вас кликнут, Так у нас откликаются, Как у вас запоют, Так у нас подхватывают, Что у вас скажут, Над тем у нас задумываются. Ушли буржуины, Да скоро назад вернулись. Связали мальчиша кибальчиша И стали его пытать и спрашивать. Вернулись и говорят, Нет, главный буржуин, Не открыл нам мальчишки-бальчиш Военной тайны. Рассмеялся он нам в лицо. Есть, говорит он, И могучий секрет У крепкой Красной Армии. И когда б вы не напали, Не будет вам победы. Есть, говорит, И неисчислимая помощь, И сколько бы вы В тюрьмы Не кидали, Все равно не перекидаете, И не будет вам покоя Ни в светлый день, Ни в темную ночь. Есть, говорит, Глубокие тайные ходы, Но сколько бы вы не искали, Все равно не найдете, А и нашли бы. Так не завалите, Не заложите И не засыплите. А больше я вам, буржуинам, Ничего не скажу, А самим вам, проклятым, Век не догадаться. Нахмурился тогда Главный буржуин И говорит, Сделайте же, буржуины, Этому скрытному Мачишуке-бачишу Самую страшную муку, Какая только есть на свете, И выпытайте у него Военную тайну, Потому что не будет нам Ни житья, ни покоя Без этой важной тайны. Ушли буржуины, А вернулись они Теперь не скоро. Идут и головами Покачивают. Нет, Говорят они, Начальник наш, Главный буржуин. Бледный стоял он, Мальчиш, Но гордый, И не сказал он нам Военной тайны, Потому что такое уж У него твердое слово. А когда мы уходили, То опустился он на пол, Приложил ухо К тяжелому памню Холодного пола, И ты поверишь ли, О, главный буржуин, Улыбнулся. Улыбнулся он так, Что вздрогнули мы буржуины, И страшно нам стало, Что не услышал ли он, Как шагает по тайным ходам Наша неминучая погибель. Это не по тайным. Эта красная армия Скачет, Восторженно крикнул, Не вытерпев Октябренок карасика. И он так, Воинственно замахал Рукой С воображаемой Саблей. Вот та самая девчонка, Которая еще недавно Подскакивала на одной ноге, Безбоязненно дразнила его Карасик-ругасик, Недовольно взглянула на него, И на всякий случай Отодвинулась подальше. Тут Надка оборвала рассказ, Потому что издалека Раздался сигнал к обеду. «Досказывай!» Повелительно приказал Алька, Сердито заглядывая ей в лицо. «Досказывай!» Убедительно произнес Раскрасневшийся и Оська. «Мы за это Быстро построимся!» Надка оглянулась, Никто из ребятишек Не поднимался. Она увидела Много-много ребячих голов, Белокурых, Темных, Каштанов, Золотоволосых. Отовсюду на нее Смотрели глаза Большие, Карие, Как у Альки, Ясные, Васильковые, Как у той синеглазой, Что попросила сказку, Узкие, Черные, Как у Эмини. И много-много Других глаз, Обыкновенно веселых И озорных, А сейчас Задумчивых И серьезных. Хорошо, ребята, Я Расскажу! И стало нам страшно Главный буржуин, Что не слышал ли он, Как шагает по тайным ходам Наша неминучая погибель. «Что же это за страна?» Воскликнул тогда Удивленный главный буржуин. «Что же это такая За непонятная страна, Которой даже Такие малыши Знают военную тайну И так крепко держат Своё твёрдое слово?» Торопитесь же, буржуины, И погубите Этого гордого Мальчиша. Заряжайте же пушки, Вынимайте сабли, Раскрывайте наши Буржуинские знамёна, Потому что слышу я, Как трубят тревогу Наши сигнальщики И машут флагами Наши махальщики. Видно будет у нас сейчас Не лёгкий бой, А тяжёлая битва. «И погиб, Мальчишки-бальчиш,» Произнесла надка. И при этих Неожиданных словах Лицо у октябрёнка Карасикова Сделалась вдруг печальной, Простерянной, И он уже не махал рукой. И неглазая девчурка Нахмурилась, А веснущитое лицо Иоски стало злым, Как будто его Только что обманули Или обидели. Ребята заворочались, Зашептались, И только Алька, Который знал Уже эту сказку Один сидел спокойно. Но Видели ли вы, ребята, Бурю? Громко спросила надка, Оглядывая приумолкших ребят. Вот так же, Как громы загремели И боевые орудия, Так же, как молнии Засверкали огненные взрывы, Так же, как ветры Ворвались конные отряды, И так же, как тучи, Пронеслись красные знамена. Это так наступала Красная армия. А видели ли вы проливные грозы В сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, Сбегая с пыльных гор, Слевались буржуиновые пенистые потоки. В бурливые пенистые потоки Так же, при первом грохоте войны, Забурлили в горном буржуинстве Восстание И откликнулись тысячи гневных голосов Из равнинного королевства, Из снежного царства, Из знойного государства И в страхе бежал Разбитый главный буржуин, Громко проклиная эту страну Ее удивительным народом, Ее непобедимой армией И с ее неразгаданной Военной тайной. А мальчиш, кибальчиш, А мальчиша кибальчиша Схоронили на зеленом бугре У синей реки И поставили над могилой Большой красный флаг. Плывут пароходы, Привет, мальчишу! Пролетают летчики, Привет, мальчишу! Пробегут паровозы, Привет, мальчишу! А пройдут пионеры, Салют, мальчишу! Вот вам, ребята, и вся сказка! Вот такая она, удивительная сказка Про удивительного мальчиша кибальчиша Его твердое слово Каждый раз, когда я ее читаю Очень хочется плакать в конце Но сегодня Как-то я сдержалась И Знаете, мне иногда кажется, что Вот сейчас пандемия у нас И уходят наши духовные учителя И мы остаемся как вот эти мальчиши И Иногда Когда совсем уже Нет сил Какой-то, может быть, веры И думаешь, ну вот он Военные тайны Харикришна Махамандра Можно Просто начать ее повторять И Силы приходят Всегда Повсюду И приходит Вот эта улыбка в конце Да У нас есть с вами Настоящая Военная тайна О борьбе с Калей Ну Наверное, поэтому я очень люблю Это произведение Хотя оно написано совершенно для других Детей Совершенно в другую эпоху В эпоху Удивительных Свершений Но Почему нет Почему не Применять Эти достижения Сейчас В современном мире Такая вот сказка О военной тайне О мальчишеке И в твердом слове Перекришна Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...